Добрый вечер! Затем было чудо, сродни умножения рыб, хлебов, способность писать любовь, вводя пером по бумаге, набирая в телефоне подобие муравьиных труб, в любой толпе, где бетон, стекло и не видно небо над головами, в любом уголке, Америка, Азия или Европа, на любом языке, стихи — это запись любви словами. Это сад Господень, который нельзя ограждать, стеречь, он открыт всем прохожим, тенист и богат плодами. Это запах цветущих долин, обращенный в речь. Это сладкий грех, живущий во всякой Еве или Адаме, свет и мрак, зачатый в сердце и выход, ищущий вовне. И еще раз слово, что было начало всего во мне. Поскольку я закончила аэрокосмический университет, было бы странно, не написав стихотворение про любовь и космос. Хьюстон. В общем, Хьюстон, у нас по всему проблемы. Этот чертов апрель жжет контакты и окисляет клеммы. Пару циклов назад были, если не на Земле мы, то уж точно на безопаснейшие из орбит. А теперь нас куда-то уносит, трясет, знобитый, приборы сошли с ума. В общем, Хьюстон, я здесь сама виновата. Не может быть виноватым тот, кто каждым словом влияет на каждый атом. Тот, кто повелевает моим килоджоулям, герцам, ватам делать так, а не эдак. Зима все дальше, звезды ближе, не так это страшно даже, если неотвратимо. О, Хьюстон, дай же знак, приказ, черт возьми, сигнал. Только неговоримо. Девочка, я же тебя не гнала из объятий прекрасной зимы в апрельские страсти, да? Слышишь, Хьюстон, у нас беда. Ну и чтобы завершить, значит, более позитивный матер, слегка хулиганская авария. Он общедоступен, как Мона Лиза, бронзов, как яйца клотовского коня. Он классика, точно любили с времен Монт-Лиза. Всеми обласкан, захвален, зализан и вообще он не про меня. Он завтра в Омске, во вторник в Нижнем. Пищат студентки, трещит от оваций зал. Но в полдень я буквально столкнулась в книжном с ним, с настоящим, а не тивишном. И даже не помню, что он сказал. Что было написано на футболке. Он любит футболки, об этом писали в Эй. Но он подошел к магазинной полке, взял томик своих стихов, подписал, заплатил и елки на память о нашей аварии, мадмуазы. Он разведен, ему сорок, живет под дверью. Я знаю о нем все, для этого есть соцсеть. Но вот посмотрю на домик и глупо верю, что может судьба иногда ошибаться дверью. И хочется выпить для храбрости, а кассеть? Еще раз внимательно перечитать досье, набрать его номер. Я ваша авария, месье.